Гитарист Виртуозное мастерство гитаристов позволило передать все тончайшие оттенки чувств и настроений и сделало музыкальное путешествие, а именно так называется программа концерта, увлекательным и незабываемым. И в поездку это, как говорится, все включено. С одной стороны, тематика концерта весенняя, то есть такие жизнерадостные и оптимистичные произведения, но они абсолютно разные и по жанрам, и по эпохам, и по стилям. Не покидая стен школы искусств, зрители побывали во многих уголках мира и словно на машине времени пронеслись по разным эпохам. В программе концерта Иоганн Себастьян Бах и Иоганн Каспар Мерц, латиноамериканские авторы, аргентинец Хорхе Морель, наши современники и соотечественники Никита Кошкин и Сергей Остапущенко. Магия этого струнного инструмента в талантливых руках никого не оставила равнодушным. Впечатлений очень много, они яркие и эмоциональные очень, потому что инструмент такой, хоть вроде человек сидит и спокойно играет, но мне кажется, эмоций внутри очень много. И я тоже сижу сдержанно, сидишь в зале, но эмоционально очень, все внутри буря такая, ураган. Очень понравилось. 14-летняя Настя Южалина ученица художественного отделения школы искусств. На протяжении всего концерта девочка не выпускала из рук карандаш и свет увидели несколько набросков. Человека с гитарой, кстати. Помогла ли девочке творить та волшебная атмосфера, царившая в зале? Наверняка. Ведь муза и музыка – родственные слова. Музыка, которая была на концерте, была очень комфортная, и мне было удобно под ней рисовать. Я чувствовала настроение тех людей, которые играют эту музыку, чувствовала их состояние. Довольна своими рисунками сегодняшними? Сегодняшними, да, вполне. Были, конечно, и юные гитаристы. Егор Бавовский занимается музыкой шесть лет, посещал многие выступления и признается, что каждый такой концерт для него – большое событие. Мне понравилось, когда они играли в дуэт. Дуэт – это само по себе необычный и очень красивая музыка. Для меня это большая честь, удача услышать такого гитариста и увидеть вживую. Творческий импульс – это и для преподавателя школы искусств Кирилла Модестова. Несмотря на то, что он уже давно сам учит детей игре на гитаре, Кирилл Григорьевич продолжает оттачивать мастерство. И Борис Бельский, между прочим, его наставник. Когда ты учишься и слышишь потом хорошее исполнение, это всегда как-то стимулирует тебя к тому, чтобы больше работать. Приходишь домой после концерта, начинаешь играть, играть, играть. В ближайших планах руководство ДШИ проводить подобные концерты на постоянной основе. Следите за афишей.